Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу в виде урок на сегодняшней теме «Публичное оскорбление» из цикла «Евейское поведение». «Публичное оскорбление» означает, мы будем говорить сегодня о запрете оскорблять, обижать, наносить обиду людям публично. На иврите употребляется выражение «обелить лицо другого человека при всех». Причем при всех. То есть, что значит «обелить лицо»? «Сделать его белым лицо». Сделать так, что человек побледнеет от оскорбления. Лицо от боли, оскорбления становится белым, кровь от него отходит, он бледнеет, у некоторых, наоборот, лицо краснеет. Так или иначе запрещается именно так поступать с людьми. Опираемся мы на недельный раздел, который называется «Вэйешеф», текущий недельный раздел, книги «Берешит». В книге «Берешит» 38 глава, 25 стих. Там так написано про Тамар в той истории, которую сейчас я расскажу, где главными героями были Тамар и Иуда. Иуда – сын нашего праотца Якова, один из двенадцати его сыновей. Написано, сам стих звучит так. «И вот ее выводят, чтобы казнить». Я сейчас расскажу, почему. Да вы и сами знаете. И она послала к своему свекру сказать «От человека, чьи эти вещи, я беременна». Тамар, как мы знаем, была невесткой Иуды, четвертого сына Якова, четвертого сына, которого ему родила Лея, его жена. Иуда взял Тамар себе в семью и выдал замуж за своего старшего сына, который умер по некоторым причинам, о которых написано в Торе, в книге. После чего он ее выдал замуж за второго своего сына, а их было у него, их три сына, и он тоже умер по аналогичной причине, после чего ее нужно было отдать, выдать замуж за третьего сына. Иуда этого не захотел делать, потому что видал, что, как говорят у евреев, «мазаль», счастье таково, в кавычках, у этой женщины, что умирают ее мужья. И он прекратил продолжать все они какие-то связи, она ушла из семьи, не будучи разведенной. И она добилась таки своего, стала матерью еврейского народа, как написано в Мидраж, она этого очень хотела, стала матерью колена Иуды, а Мусей из колена Иуды, и родила таки своих детей от самого Иуды. И эта сцена описана в 38 главе. В книге Берешит написано, что Иуда отделился от братьев, отошел от них. Мидраж замечает, что нельзя было иначе еврейскому народу, все разошлись в разные стороны, братья перестали жить вместе, потому что был продан Йосеф. Йосеф исчез где-то в Египте, они его продали. Об этом было написано непосредственно в конце предыдущей главы. И Иуда занимался своими делами, встретил однажды эту женщину, решил, что это женщина доступная, написано тоже в Мидражах наших, что не по своей воле, не по своему выбору он вошел к ней, а так поступил с ним Малах, толкнул его, якобы, в спину, и Иуда ушел, вошел к ней и договорился о том, что он даст некоторые вещи в знак залога. Но когда с этим залогом пришел его слуга, его друг, он не обнаружил Тамар на месте, а потом сообщили через 3 месяца, так написано в книге, что она беременная, а поскольку она еще не была разведенной, еще не вышла из этой семьи, то приговор ей был страшный казнь, и поскольку она согрешила. И она не сказала, от кого она беременная, просто так написано в нашем стихе, ее вывели на казнь, и она послала с посланцами Иуде эти вещи, чтобы показать ему, что от этого человека, кому принадлежат эти вещи, она беременная. То есть не ее вина в этом, а скорее его. И он, надо сказать, понял это, сказал, что она правее меня, что она в этом случае, в этом случае, она имела право так сделать, и он сделал, что называется, тшу, и справился, и так Тамар стала женой Иуды и про матерю нашего колена. Раша пишет, что в этом месте, Раша пишет на этот стих, что она не хотела обелять его лицо, то есть оскорблять при всех, не оскорблять, а сделать ему очень больно таким заявлением, что смотри, как ты плохо поступил со мной, а теперь ты меня казнишь. Она не хотела обелять его лицо, при всех обижать его, расстраивать, срамить называется, она не хотела его срамить, не захотела сказать, от тебя я беременна, беременна, и так написал Раша, но от того человека, которому принадлежат эти вещи, и приписал, очень важные слова, если Иуда признает, то признает, если нет, то пусть меня сожгут, но не буду его срамить. То есть оскорбить другого человека страшнее, чем расстаться с жизнью. Так решила про себя Тамар, праведница, полная праведница, которая является нашей праматерью. И пошла она на это, хотя правда была на ее стороне, она могла спокойно сказать, что я никаких законов не нарушила, тем более, что она сильно рисковала, а именно в ее животе было два сына, она была беременна, от этих двух сновей пошло наше колено. Поэтому было сказано, так Раш написал, поэтому сказано, эти слова он взял из Талмуда, «Лучше человеку быть брошенным в горящую печь, но не осрамить другого при всех». Давайте я прочитаю эти слова на еврите. «Лучше человеку пропасть в печи, быть брошенным туда, чем обелить, нанести оскорбление другому человеку при других людях». Мы спросим, ну почему лучше сгореть, чем осрамить? И ответ наших мудрецов, потому что в оскорблении есть некоторое только убийство, авак Рацеха. Это называется один из видов убийства, а именно оскорбляя других прилюдно, мы тем самым частично его, хотя бы частично убиваем. Недаром говорят, слово можно убить, мы прекрасно знаем, что слово не просто ранит, иногда слово убивает. Кровь отхлынула от лица этого человека, которому нанесли прилюдно большое оскорбление, и получается, что кровь у него от лица ушла, кровь ушла, получается, что кто-то сделал кровопускание, это называется убийство. И еще сказано в наших книгах, что трое сходит в ад. Совершенно безотносительно от всего, просто если они так поступили, точно им уготовлены страдания в духовном мире. Гееном, ад – это гееном. А именно кто эти трое? Прелюбодея – это я перевел, человек, вступивший в связь с чужой женой, оскорбивший другого при всех, и тот, кто распускает порочие слухи о другом человеке. Только эти сходят совершенно гарантированно в геену. А теперь классическая история. Почему классическая? Потому что эту историю в разных видах рассказывают с разными именами, с набором имен разных, про соль в чай. В первоисточнике написано о том, что все это произошло на исходе субботы в доме Рава Дискина, известнейшего раввина иерусалимского, здесь у нас в Иерусалиме. Он собирал после субботы учеников, Муцей Шабас, на исходе субботы они веселились, пили чай обязательно, говорили о торе, может быть, повторяли какие-то отрывки из торе, хорошо проводили время, провожали субботу. И слуга знал всегда, что Рав очень любит сладкий чай, очень сладкий, и все равно клал много сахара в его стакан и положил ему три больших ложки. Но однажды он взял и перепутал коробку сахара с коробкой соли. Рав попробовал, отпил, поставил, и ничего у него даже не изменилось в лице. Крепко соленый чай, он не поморщился. Рабанит, жена Рава, которая стояла в дверях с кухни и смотрела на эту комнату, она как будто бы почувствовала, что это неладное происходит. Посмотрела на Рава, я сейчас сказал, что у нее не дрогнул ни один мускул на лице, но она сразу видала, что-то случилось, подошла к столу, видала, что вместо коробки сахара слуга рассыпает в стаканы какой-то белый порошок из коробки соли. Она тут же взяла все эти чашки, вылила их в раковину, сказала, что нужно поменять сахар, и побежала к Раву, подошла к нему быстренько, взяла чай, поменяла чай на другую кружку, поставила и сказала, что вот этот чай менее соленый. Ну и кончился урок, в конце урока нескученько подошли к Раву Дискину и сказали, интересный вопрос они задали, у каков закон? Дело в том, что известно, что крутосоленая вода, если очень сильно соленая, она вообще-то вредна для здоровья. И не нарушил ли Равин, когда пил крутосоленую воду, и тем самым делал плохо своему организму, и нарушил ли он заповедь, запрещающую делать плохо организму. Заповедь называется «святыми будьте». Её трактуют, так смотрите за своим здоровьем, верните Всевышнему то, что вы получили от него в целости и сохранности, своё тело, смотрите за него гигиенически и физически, ухаживайте за ним, не дайте, не дай Бог, сделать ему какой-нибудь изъян. Человек пьёт солёную воду и явно плохо себя делает. На это Рав ответил, что он не хотел позорить слугу. И добавил, что лучше человеку быть брошенным в горящую печь, но не осрамить другого при всех. Это настолько великая заповедь, что все остальные заповеди того же ряда, например, охраняйте своё здоровье, они отменяются. Лучше опозориться, чем опозорить. Так ещё есть такое мнение, это чисто раввинское выражение, лучше опозориться, чем опозорить. Если у нас другого выхода нет, иногда нужно, можно, иногда нужно, в конце я об этом поговорю, если у нас останется время, что, может быть, вину нужно взять на себя. Рав Зерах Бройерман, Зерах, имя у него одного из сыновей Тамара, Зераха Перец, Рав Зерах Бройерман, руководитель Ешивы, Мэашарим, здесь у нас в Иерусалиме, однажды присутствовал на раввинском собрании, когда один из выступающих раввинов вдруг вслух прилюдно начал говорить об одном не очень красивом случае, который и произошёл как раз в Ешиве Рава Бройермана. Он того не знал, что Рав Бройман, когда этот случай случился, был за границей, он собрал деньги на свою Ешиву, и поэтому обвинил всех раввинов этой Ешивы, что там произошло, в принципе, всех, о том, что там произошло, при всех, и дал понять, что вообще-то у него есть большие претензии к Раву Бройерману. Рав Бройерман ни слова не искал в ответ, ни во время выступления этого раввина, ни в выступления, когда он сам говорил какую-то речь, и все решили, многие решили, что молчание – это знак согласия, значит, так оно и произошло, Рав признал свою ошибку. После собрания к Раву Бройерману подошли его ученики, которые выслушали, они были находились в том же зале, там, гдесят посетители, в районском собрании, и спросили, в чем дело, почему Рав смолчал, ведь все же знают, у нас Ешивы все знают, что правда на стороне Рава, он здесь никак не виноват. На что он сказал, что если бы я сказал, что я был за границей, что я не виноват, то все поймут, что был виноват мой заместитель, а это, мне сказать, я не хотел доставлять страдания, публичное страдание моему заместителю, полному празднику, и добавил, все добавили о таких случаях, лучше человеку быть брошенным в горячую печь, но не осрамить другого человека при всех. Еще одна история, в доме Равина Исхака Фридмана, известный Равин, это лмудист, жил один сирота, больной, на самом деле он был тихий человек, ходил с себя согнувшись, да еще и болел разными болезнями, смотрели на него все сверху вниз, ну кроме, конечно, нормальных настоящих людей, в частности Рава Исхака Фридмана, он ему потому и поветил, чтобы тому было хоть где жить. И один богач, который приходил однажды, давал большие деньги, сказал несколько нехороших слов в адрес этого сироты, и Рав сказал ему, прям тут же спросил его, неприлюдно, а сам спросил, и тот богач рассказал другим, откуда мы знаем всю эту историю? «Ты полагаешь», спросил он, что выражение «лучше человеку быть брошенным в печь, но не оскорбить другого» касается только случаев, когда оно относится к человеку, который ниже тебя по статусу, по заслугам, то есть нет такого человека, да только такого, как ты, вот такого человека, как ты, не обижай, прилюдно не обижай, а всех, кто ниже, пожалуйста, можешь. Например, глава какого-то предприятия, большого банкира, своим служащим, может всякие слова говорить, потому что они же неравны в статусе. Не, нет, Тори говорит любого человека. И что сказал Рав Искак Фридман на это? Он сказал, «Учим из того случая, из того случая, который описан в Торе, из случая с Тамарой». Она знала, что её сожгут, она шла уже на смерть. От себя сейчас добавлю, что на смерть она шла, вообще-то, в принципе, сознательно, она хотела стать матерью еврейского народа. Но если отец еврейского народа, отец одного из колен Иуда таков, что он не признает своей вины, не признает своё участие в её беременности, то ей не нужно быть матерью еврейского народа. Это не тот еврейский народ, в котором она хотела участвовать. Поэтому она выбрала именно эту смерть, потому что задача её жизни была дать жить именно нам, евреям. И она знала, что её сожгут, если никто не сознается. И Иуда, если её сожгут, себе ничего не простит, и будет вечно себя казнить, и будет униженный, оскорблённый, хотя бы у себя наедине, и он будет опозорен, так будет он сам себя считать на веки вечной. Всё же решил не позорить его, хотя никто ничего никогда не узнает. Почему? Потому что нельзя страмить даже того, кто уже опозорен, например, своими делами, или того, кто ниже тебя по статусу. Есть ещё одна история. Раби Моше Дойч был такой известный раввин, его потомки живут у меня просто в одном районе со мной, и я, Рава Дойча, Мутиагу Дойча, очень часто задаю вопросы, я его спрашиваю по некоторым вопросам, я ему задаю решать некоторые проблемы, которые у меня возникают. Так вот, Раби Моше Дойч спросил Хазон Иша, а Хазон Иша, мы все прекрасно знаем, крупнейший раввин, талмудист, праведник, которых, в общем, мало, но он здесь жил у нас в Израиле, в Нейбраке, и он спросил его, известно, что тому, кто учит законы Торы каждый день, такому человеку обещано небом, небесами, что он получит жизнь в грядущем мире. С другой стороны, известно, что у того, кто оскорбил другого человека, не дай Бог, публично, при всех, нет доли в будущем мире. А если это сделал один и тот же человек, и учится он очень хорошо, и оскорбил он другого, его вообще оскорбляют, то каков закон в таком случае, получит он долю в грядущем мире или не получит? Хазон Иша ответил. Дело в том, что Хазон Иша всегда отвечал не просто «да, нет», он объяснял, он сказал такую фразу, Изучение Торы как бы порождает ангела, некоторую такую реальность, малах, который выступает на суде в защиту этого человека. И задача этого малаха, ангела, попросить у суда дать этому человеку грядущий мир. Он говорит, вот какие хорошие дела он делал, он изучал Тору. Но запрет обелять лицо другого человека генерирует, создает другого малаха, не защитника, а обвинителя, прокурора, я бы сказал. И этот другой ангел выступает на том же суде и требует, не просит, а требует, чтобы этого человека лишили доли в грядущем мире. Почему? Потому что по закону так положено, поскольку он обижает других людей публично. Вот на суде, добавил Хазон Иш, и рассудит тяжбу между двумя этими ангелами, защитником и обвинителем. То есть вполне возможно, что может победить обвинитель, не о нас бессказанно, конечно, и тогда большой ученик Торы, который однажды позволил себе оскорбить человека прилюдно, сделать ему больно так, что он побледнел или покраснел, и все видали, что какую вещь страшную он сделал. Не дай Бог, этот человек может потерять все одним этим действием, одним этим поступком. Он разрушил, потеряет все то здание, которое возродил всю свою жизнь. Не дай Бог. Поэтому надо исправиться. Какое исправление? Попросить у того человека прощения, помириться с ним, сказать, что так больше не будешь поступать. Еще нужно обижать Всевышнему, что ты так постараешься, будешь так не делать, и не будешь просить новых испытаний, вот испытай меня Всевышний, я сейчас-то увижу, я сейчас-то пройду его и не нарушу, не буду никого обижать. Нужно просто знать, что ты на это способен. А раз так, то тебе надо смотреть за собой и больше так на самом деле не поступать. Кстати, я сейчас вспомнил о том, что когда Иуда шел к Тамару, и после этой истории он сделал тшу. Написано, что он как раз исправился. Почему? Потому что он пришел к женщине, думая, что она вообще-то доступная женщина, а это запрещается евреям такое поведение. И он сделал тшу, раскаялся, обратился к Всевышнему с жаркой молитвой, а мы спрашиваем, а в чем дело, о чем он раскаивался? И вот Алтун Малах, так написано, ангел, так написано в нашем Медорашин, такой праведник не мог так поступить сам. Иначе бы от него не пошло бы ведущее еврейское колено, наше колено, наш народ. Ему бы не было дано стать начальником такого великого народа, который потом получит Тору и будет ее исполнять. Значит, раз он сделал тшу, теперь он обелел себя, стал чистым. Понятно, но Зайка будет тшу, ведь он же не виноват. А что сам Иуда мог бы сказать? Ну да, на небе все-таки решили, что я так могу поступить. Натолкнули туда. А раз так, то сказали, что это нехорошее дело, может быть записано за Иудой, я буду исправлять себе то, из-за чего там на небе решили, что так из всех братьев я один могу такую вещь сделать. Значит, что-то во мне есть. Вот это что-то мне и нужно исправить. Раби Ашер Лихтенштейн, руководитель Ешивы Каменец, известный Ешивы и в России, еще царской, и здесь у нас, в Иерусалиме, рассказал, несколько раз рассказывал, что много лет назад в Гнейбраке произошел такой случай. В одной синагоге перед субботней вечерней молитвой выступал один Даршан. Даршан – это человек, который рассказывает при наступлении субботы или уже в субботу Дарашу, мы уже говорили несколько раз об этом, рассказывает некоторый отрывок из Торы, показывает его с разных сторон. Это очень интересные вещи, это захватывает всегда. С мусаром обязательно, с еврейской этикой, это особое искусство, это особый жанр еврейской устной литературы. Так вот, он обычно рассказывает такую Дарашу. Сразу же после Минхи, поздней Минхи, которая идет в пятницу при наступлении субботы, пока еще не наступило время, когда можно читать вечернюю молитву Марьев, первую вечернюю молитву субботы. И в одной синагоге, вот в Нейбраке, был известный Даршан, который рассказывал такую сиху, сиху Дарашу, сиха – это беседа. И многие люди, которые приходили туда, чтобы помолиться Минху, они входили в зал, и так было-то интересно, что они садились и слушали. А некоторые еще не успели помолиться Минху. Тогда они вставали где-нибудь в дворе и выходили, чтобы помолиться. А Раф Ашер Лихтенштейн, он настолько заинтересовался, и он настолько знал, что к нему уважительно относятся, что он прошел и сел рядом, на свое место, сел рядом с тем, кто рассказывал где-то Дарашу. Люди, зная, что он обычно говорил долго и много, помолились, кто знал об этом, а Раф Ашер Лихтенштейн не знал, что он сейчас будет говорить долго. И он начал рассуждать. Остается времени очень мало. Что делать? Если встать и пойти к выходу, все увидят. И это вообще большое оскорбление. Такой известный раввин вдруг во время лекции встал и вышел. Ну, нельзя же объяснять, я пойду на Минху. Есть такие случаи, когда нет вроде бы никакого выхода. Но нужно себя просто сделать усилим над собой и решить этот вопрос, что делать. Он сидел и думал, дай-ка я пересяду к концу этого стола, где рядом с выступающим, рядом с Даршаном. И пересел он спокойненько. Рядом оксус окном он сел. Потом он пересел напротив, в передний ряд тех людей, которые слушали. Потом еще раз пересел, чтобы уйти в боковую дверь, а не в ту дверь, которая была по центру, сзади. Так он незаметно-незаметно в четыре приема и вышел. Но какой-то осадок остался, говорил. Потом рассказал Рабе Ашер-Лихтенштейн на душе. На самом деле, правильно ли он поступил или неправильно? Мог ли обидеться Даршан, человек, который давал Даршу, или не мог? И пришел он к Хадзон Ишу. И тот рассказал ему, правильно ли он поступил или неправильно. И Хадзон Иш сказал ему. И об этом Рабе Ашер-Лихтенштейн написал свои книги. Теперь мы рассказываем об этом. Вот Хадзон Иш так сказал. Я вообще не понимаю, в чем тут вопрос. Надо молиться Минху. Вообще-то ее надо молиться. Но сказано, что тот, кто обеляет лицо другого человека, лучше ему попасть в горячую печь, чем, не дай Бог, так поступить, оскорбить другого человека. Поэтому надо было сесть до конца этой Дарши и не молиться Минху, ибо обидеть человека страшнее, чем нарушить запрет, не связанный с обидой других. Это доподлинные слова Хадзона Иши. Чем страшен грех опозорить других людей? Рабе Лезар Папу, известнейший Равин, у него известнейшие книги, вышли, мы их читаем, пишет тем, этот грех опозорить других страшен, что такой грех трудно исправить. Я уже говорил о том, как его исправляют. На самом деле это очень трудно. Почему? Он написал почему. Потому что всегда человек, который оскорбил другого человека, при всех, можешь сказать, несколько фраз. Например, он же сам виноват, он, например, такую вещь сделал, которую он, которую ему никто не заставлял делать. А то, что я сказал при всех, так это правда. И никто не может сказать, что это неправда. Так что ничего особенного здесь нет. Я ему сказал горькую правду в лицо. Так вот, мы заняты на наших уроках еврейское поведение именно тем, как себя вести по-еврейски, согласно Торе. Как я это понимаю? И мы говорим очень часто на многих уроках о том, что мы учим запреты, часто запреты на правду. Не запреты на ложь. Ложь сама по себе запрещена. На плохие дела запреты, они понятны. А мы учим запреты на правду. Почему? Потому что много видов правды запрещены. И мы знаем эти виды правды. Лошон Ара – плохой язык, когда говорят что-то о другом человеке, не ему, а другим людям, за его спиной. Но иногда прям при нём, то, что его порочат, или то, что может понизить его статус в глазах других евреев. Или, например, сплетни. Сплетни – это тоже правда. Всё это правда. Они запрещены, эти слова запрещены. Публичное оскорбление, тем более. Сказать правду прямо при всех, а мы не посещаемся. Мы правдолюбцы. Правдолюбцы обычно – это жестокие люди. Я вас очень прошу, подумайте на тему, надо ли быть правдолюбцем. Может быть, нужно любить не правду, а людей. Не всегда тот, кто любит правду, любит людей. По крайней мере, здесь есть над чем подумать. Потому что правда может убить, не дай бог. Поэтому она иногда страшнее лыжи и прочее других дел. Теперь мы расскажем о случае с Раби и Хескелем Абрамским. Пришёл к нему в гости один раф, Равин, его знакомый. Только известный Равин. Фамилия с ней приводилась, потому что незачем. И они выясняли один очень сложный вопрос в Талмуде. А потом пошли помолиться вечернюю молитву Марьев в соседнюю синагогу. Там они помолились. А обычно на многих синагогах после молитвы Марьев остается группа изучающих Талмуд. То, что называется «Даф-Юми» – ежедневный лист Талмуда. Я, например, хожу в такую же группу каждый вечер, когда не даю уроки у себя в районе Рэхас-Шлафан. Северный Иерусалим. Прекрасная группа. Каждый день мы проходим, я уже говорил об этом, целый лист, две страницы Талмуда. И каждый день проходим без перерывов. И за 7,5 лет мы проходим целый Макзор. Макзор – это полный Талмуд, все 20 его томов, около 60, чуть меньше в Вавилонском Талмуде трактатов. Многое оттуда я иногда могу добавлять здесь и добавляю, то, что я слышу. И вот они остались, по-моему, Раф Ихискель Абрамский и его гость, который приехал к нему из другого города, они остались немножко поприсутствовать на этом уроке. И во время урока Магид Шаур – это тот, который ведет этот урок. Наверное, от волнения, когда увидел, какие люди присутствуют на его уроке, я искал какую-то фразу, которая оказалась просто-напросто неверной. И тот гость Рафа Абрамского удивился, в корректной форме сказал, что это не совсем так, и поправил его. И тот стушевался, и побледнел, и плохо ему, чуть ли не плохо ему не стало. Есть люди, которые от публичных оскорблений переживают, очень переживают. У меня, знаете, я, например, человек такой психики, который в детстве просто мог упасть в оборок, такое случалось. Это, конечно, болезненное явление, но встречаются такие люди. Тут же Рафа Абрамский вставил вслух, а что теперь он может сказать, он не может сделать замечание своему гостю, публично же нельзя обижать людей. Поэтому сказал он вслух следующую фразу, я не понимаю, я и прочитаю эту фразу, я не понимаю, как может это говорить тот, кто не отличает правого и от левого. И люди не поняли, о ком он сказал, это о том, кто дает урок или о своем госте, кто не отличает правого и от левого. И на том все прекратилось, щеки учителя, который давал урок, немножко прозовели. Он пошел в себя, он понял, что вообще Раф стоит на его стороне, значит, он не очень ошибся. И, обойдя это трудное место, урок продолжался. А Раф Абрамский сказал себе на свидание, потихонечку и ушел. Он так делал обычно, минут 5-10 присутствовал на таком уроке, а потом уходил. И его гость вместе с ним, когда они пошли по улице, его гость спросил, кого он имел в виду, когда сказал, что человек не умеет отличать правого и от левого. Кто-то ему объяснил. Это объяснение я сейчас вам приведу. Есть в книге Тьилим, Тьилим – это псалмы царя Давида. Там всего 150 псалмов, 50 глав, вот 50-я глава, последний стих, там так написано. Тот, кто выходит в дорогу, имеется в виду дорогу по направлению к Всевышнему, тот, кто идет правильным путем, там даже написано, тот, кто делает дорогу, тому Всевышний окажет спасение. Поможет, спасет в случае нужды. Написано, сам Дерах ставит дорогу, делает дорогу. То есть идет буква Син, Син, есть в Иврите две буквы, Син и Шин. Буква Син пишется с точкой, сверху точка слева. Сам Дерах, это называется, он приближается к Всевышнему. Но если поставить ее справа, то получится слово Шам. Шам – это оценивает то, от чего подошло имя великого мудреца еврейского Шамай, друга и оппонента великого Илеля. Шамай – оценщик. Так вот, если получится такой стих, так он будет звучать. Тот, кто умеет оценить дорогу, прежде чем по ней пойдет, тот получит спасение от Всевышнего. Того Всевышнего спасет. Это означает, что тот, кто делает предварительный расчет каждому своему действию. Об этом написано в трактате, в Ивановской Талмуде, называется «Моэтка Танна». Пятый лист. И написано там, что строка, эта строка главы Таилим Псалмов, имеет в виду сразу два объяснения она имеет в виду. Также она имеет в виду того, кто прежде чем выйти в путь, делает оценку, стоит ли идти по этому пути. То есть, тот и дождется спасение Всевышнего. Так поступил один, так в Талмуде написано, так поступил один ученик Раби Яная. Был такой известный раввин, Раби Янай. И этот ученик всегда приходил на уроки, Раби Яная, и всегда его критиковал, задавал кушет, называется, и справа, и слева, и отовсюду, и хотел добиться полного ясного ответа. Всегда он критиковал его, критиковал в смысле не того, чтобы обидеть Раба, а как раз приветствуется, а для того, чтобы выяснить истину во время урока. Но когда Раб Яная давал уроки в субботу, и приходил много посторонних в дом учения, то этот ученик никогда не открывал рот, вообще не задал ни одного вопроса, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь подумал, что он неправильно критикует Раба Яная. И вот про него, так написано в Талмуде, сказано о том, что умел оценивать свои будущие поступки, не поступок, который он сделал уже, а тот, который сейчас собирается сделать. И после чего Раф Яхевский или Абрамский сказал, как видно, ты не понял меня, когда я сказал, что ты не отличаешь правое от левого, а именно букву Син от буквы Шин. То есть не знаешь, что иногда нельзя критиковать учителя урока, даже если он неправ, даже если он ошибся, перед его учениками его в это время не критикуют. Если хочешь покритиковать, добавим от себя, найди время, подойди к нему позже, потом, не при всех, он тебе будет благодарен, но только не в такой форме. Почему случай с Тамар соседствует со случаем, которое написано в Торе, с женой Патифара? Вы знаете, Юсеф, у него был страшный случай, когда жена его господина, у которого он был рабом, захотела вступить с ним в близость, и он убежал, оставив у нее одежду в руках. Почему эти два случая с женой Патифара и в случае с Тамар соседствуют? Сказано, что обе они действовали во имя небес. Так написано, во имя небес действовал Тамар не для себя, она хотела стать матерью еврейского народа, она знала, что ее потенциал таков, что она может это сделать, может выполнить эту функцию. И так же поступала, сделала жена сановника по имени Патифар, который был сановник при фараоне. Вы заметили, как написано здесь, обе действовали во имя небес, хотели стать обе праматерями еврейского народа. Не о себе они думали, а о будущем нашего народа, о будущем евреев, о своей миссии они думали. Но раз так, то почему одна из них стала нашей праматерью, так и стала. А второе это не было дано, причем так написано в Торе, вроде бы не очень хорошо. И все с остуждением ее попробуйте сами почитать, и вы ничего кроме остуждения в себе другой реакции не найдете. Так вот, потому что одного желания поступить во имя небес недостаточно. Это большие слова я сейчас приношу. Недостаточно одного желания поступить, как хочет от тебя твориться. Надо еще проявить свои качества хорошие, положительные. Умение любить людей, умение их слушать, умение их не обижать. Не дай Бог, умение не дай Бог их опозорить, тем более прилюдно. Проявить, вот что так написано на биржах, умение проявить готовность взять вину на себя, вину чужих людей. Важное замечание, позорить человека нельзя хотя бы потому, что каждый из нас сделан бы целым аллоким по образу и подобию Всевышнего. Поэтому каждый раз, когда мы позорим человека при всех, мы тем самым топчем ногами. Так написано в наших книгах образы аллокима Всевышнего в людях. История с адмором раби Шлемка из Звиля. Город Звиля, он был хасидом. Так его звали Шлемки. Рабейны Шлемки. Это уменьшительное, очень ласковое от имени Шломо. Однажды он вернулся домой, уже будучи взрослым человеком, с вечерней молитвой, синагоги, домой вместе с своим сыном. Сын, которого звали Раби Гидали Мойши. И они увидели, что дверь в комнату Рава открыта. А из нее торчат отмычки. С этой стороны в коридоре есть свет. А там в комнате тишина. Они присмотрелись, а там кто-то возится. Как раз стоит у шкафа, со множеством полочек, и родится в тех полках, где вообще-то Раф хранил деньги. Не столько свои, сколько деньги, которые приносили ему его хасиды, для того, чтобы потом помочь бедным. Тут родится в полках вор. Самый настоящий вор. И вдруг Раф отвернулся, отошел в сторону, прогнулся у своего сына тоже в сторону, чтобы он ничего не видел. Тем самым он дал тому вору понять, что можно убежать, и его не заметят, его не увидят. Чтобы не позорить при всех. И тот бросил, и денег не схватил, и побежал, и выбежал, и умчался. Сын спросил, почему он так поступил. Тот сказал, что не хотел позорить другого человека, потому что мы уже его и так спугнули. Он же и так перепуган, и он очень испугался. И нельзя позорить другого человека даже ценой потери своих денег. То есть рискует потерять свои деньги. Такая же история была. Я сейчас вспомнил. Рассказывали про Хофицхайма. Рассказывали много историй, а про Хофицхайма еще ничего не рассказали. Однажды, будучи в Варшаве, он был на рынке. Потом он когда-то рассказывал эту историю. И со своими учениками, с другими раввинами. Проходил по Варшавскому рынку. И к нему подошел какой-то бедный человек, и попросил его разменять деньги. И дал ему какую-то банкноту. Хофицхайм достал свой кошелек, чтобы поменять эту банкноту. Тот схватил этот кошелек и побежал. И Хофицхайм бежал вместе со всеми. Все кричали, держи вора. А Хофицхайм кричал, простил тебя. Я тебя простил тебя, ты прощен. Отменять тебе претензий никаких. И потом, когда его спросили, в чем дело, да точно мы рассказывали эту историю. Он сказал, ну, во-первых, этот человек, наверное, не от хорошей жизни украл деньги. Он говорит, может, кушать нечего. Он бы попросил, я бы дал. А второе, я не хочу быть причиной наказания этого человека за воровство. Вот там мы говорили, да? Однажды мы говорили такую лекцию. О том, что надо стараться не быть причиной, даже случайной причиной, наказания другого человека. Раввин из лица раб Яков Любербойн, фамилия ему такая, посетил однажды город Никельсбург. Где раввином был известный раввин Раби Мурдыхай Банет. Тогда Раби Мурдыхай Банет был молодым человеком, а раввин из лица уже был пожилым человеком. И Раби Любербойму, Равину из лица, предложили прочитать субботнюю дорошуя. То, о чем я сейчас только рассказывал. Дорошуя уже в саму субботу, не вечером, а утром, после утренней молитвы Шахрис, при большом стечении народу. И тот читал, и все с удовольствием слушали. И вдруг Раб Банет прямо при всех задал вопрос. Обычный вопрос, который обычно задают ученики учителю на уроках. А в Талмуде так вообще написано. Любое обсуждение идет, учитель дает урок, и кто-нибудь задает вопрос, спрашивает, а это как, а это как. И, например, это не совсем верно, мне кажется. Это обычная вещь в Талмуде. Но не при большом стечении народа. Сказал ему трудный вопрос, сославшись на Талмуд. И Раф Любербойм не нашел, что ответить. Смолчал. Причем так сделал вид, как будто бы он на самом деле ошибся. И очень переживает за то, что ему сейчас только сделали замечание. Да еще где, известному раввину, где в Талмуде, еще в известном трактате. Не нашли. Он сделал вид, что будто обиделся. После урока Раф Бан, это очень страшно переживает, что он сделал больно извеченному раввину, раввину из Лисы. Он прошел просить прощения. Тот его простил, конечно, радостно простил его, с удовольствием. Говорит, все в порядке. Но все поняли, что какой-то осадок остался. Он все-таки все еще переживает. За то, что его при всех показали его ошибку. И когда раввин из Лисы уезжал из Никольсбурга, Раф Бан устроил большие проводы, пригласил всех своих учеников, всю свою синагогу, все пришли на перрон и прощались с ним. Раф Бан еще раз подошел. И уже когда Раф Бан из Лисы поднимался в купе, он сказал, Раф, ну, последний раз, простите меня, пожалуйста, честное слово, я хочу быть чистым. Ну, не может быть, чтобы вы меня не простили. Тот говорит, я вижу, ты очень переживаешь. Тут очень-очень переживаю. Тот говорит, ну, не надо переживать, зайдем в сторону. Они отошли в сторону. Никто этого не слышал. Сказал, на самом-то деле, вообще-то я не обменялся на тебя вообще совсем. Говорит, я играю. Сейчас скажу, почему. Дело в том, что ты нашел ошибку, которую я якобы сделал, когда рассказывал о Вавилонском Талмуде, такая-то страница. А вот в Иерусалимском Талмуде этот вопрос рассматривается дальше и показано, что это только предположение. А результат совсем другой, именно то, что я сказал. Как я вдруг понял, что-то на время забыл эту страницу, этот лист из Иерусалимского Талмуда. И если бы я тебе ответил, все бы подумали о том, что их раввин, я уезжаю, а их раввин, равбан, чего-то не знает. Поэтому я сделал вид, что я обиделся, чтобы все пришло на меня. Главное, чтобы у вас был мир и хорошо в вашей общении. Вот и все, что я хотел сказать. Так что я не обменялся. Я тебя давно-давно простил. После чего равв из Лисы уехал, равбан собрал всех своих евреев на следующий день. На следующий день, когда они там, может быть, в следующий суббот, когда все вместе собрались, и при всех рассказал эту историю. Сказал, что он виноват, а раввин из Лисы был прав. И сказал, что они мирно разошлись, чтобы все знали, на чьей стороне правда. Еще рассказывают про равву Исруэля Хаима Каплана. У меня сегодня много историй, да? Рабе Исруэля Хаима Каплана, который был зятем равва Ирухама Лейбовица, известнейшего раввина, руководителя, одного из руководителей легендарной, и решил мир, которая была в Литве, а сейчас стоит здесь, у нас в Иерусалиме. Рассказывают такую историю. Однажды ученики застали, он же был пожилой, равву Исруэля Хаима Каплана, вечером в синагоге, он сидел в темном углу и плакал, просто сидел и плакал. А он не был плаксивым человеком. И его спрашивали, а чего он плачет? Тот вытер слезы и сказал, что нет, нет, ничего, все прошло, но ученики просто очень переживали за него. Чем можно помочь? Он сказал, мне не надо ничем помогать, просто так получилось. После чего почему-то взял и сказал. Скажите, пожалуйста, а где написано, что лучше быть человеку брошенному в печь, чем оскорбить другого, а белить лицо другого прилюдно? Сейчас сказали, ну как же написано это в трактате Иерусалима, в Вавилонского трактата, в трактате Вавилонского Талмуда, Брахот, называется он Брахот, 43 лист. Он сказал, принесите мне, пожалуйста, посмотрел туда, да, правда, верно, здесь написано. А где написано о том, что тот, кто оскорбляет другого человека, прилюдив подобен убийце, который пускает кровь, сейчас скажем, по ментальным БАУМАЦ, есть такой трактат, лист 58-й, вторая страница. Ты сказал, вот видите, здесь, если есть кто-то в синагоге, представим себе, предположим, кто-то достал нож, и не дай бог убил другого человека, мы бы плакали. Ты сказал, конечно, ужас какой, конечно бы. Так вот, только что, прямо перед вашим приходом, здесь один человек оскорбил прилюдно, при мне, при всех остальных другого человека, я плачу, потому что было совершено убийство. Это история про раба и с ролью Хайма Каплана. Ещё одна история про рабе Шмуэля Магида. Как его звали? Шмуэль Магид. Он был судьёй в своём местечке, это было хасидское местечко, он там давал уроки Торы, он был раввином, разбирал дела, Даян называется, с судьёй в данном местечке, в этом местечке. И он служил ещё и служкой, был просто, смотрел за порядком в синагоге, а именно, подметал пол, устраивал свечки, чистил подсвечники, смотрел за кассой. Что он ещё делал? Зимой печь топил, чтобы было тепло. Всё это он делал. Однажды он пришёл рано утром, дело было зимой, и он стал разжигать печь, и дрова были, наверное, сырые, он разжигал, а они никак не хотели, ещё никто не пришёл, ещё темно на улице, они никак не хотели разжигаться. Там он взял сухих веток, обложил эти дрова, взял какие-то старые, старую бумагу ненужную, какие-то газеты, положил там внутрь подальше, там, где тяга больше, и всё равно ничего не загорается. Там он заснула голову, начал дуть. В это время вошёл один из молящихся, увидел какую-то странную фигуру, которая торчит, задняя часть фигуры торчит из печи, и вся туда уехала. Он позвал себе какую-то шутку, он думал, что это вообще очень простой какой-то человек, трубочист, ещё что-то, подошёл и, извините за выражение, хлопнул того по спине, ну, ниже пояса. Равин, который в это время находился с головой там внутри, Шмуэля Магиет, моментально понял, что если сейчас он ответит, или достанет свою голову, вылезет из печи, то ты расстроился, то он будет очень плохо, причём начали загадать другие люди. Если это с юмором, они посмотрели, как это он сделал. И чтобы его не пугать, он не вылезал, пока они не поедут рыть муку, мыть руки. Потому что перед молитвой утренней нужно помыть руки. И он там сидел, и продолжал дуть на эти ветки, на эту бумагу, и ждать, когда они выйдут. А в это время огонь-то и разгорелся, и всё как вспыхнет, я палил его лицо, и он всё равно не вылезал оттуда, пока он не слышал, что за ними закрылась дверь. После чего он выскочил и побежал к умывальнику, который стоял же тут же, чтобы омыть своё лицо. После чего он рассказывал, теперь я сам на себе попробовал и понял, каково это быть, лучше быть брошенным в горячую печь, чем обидеть других людей. И говорю, поверьте мне, старику, что можно быть, что можно, я пробовал, можно сгореть, лучше сгореть, чем обидеть других людей. Однажды к адмору из Цанз, рабу Хаиму, это известнейший адмор, вызвали Хаим, пришёл бедняк и стал жаловаться на то, что ему не на что сыграть свадьбу, он наконец-то нашёл жениха для своей старшей дочери, но и по обычаю он должен ему купить новый талит, талит – это та белая накидка, которую одевают евреи, женатые евреи после свадьбы себе на плечи. То есть, по крайней мере, ашкенатские евреи, это делают и хасиды, другие евреи это делают после 13 лет, и по нашему обычаю отец невесты дарит жениху перед свадьбой талит, талис, эту накидку, а у неё нет денег даже купить этот талис. При этом присутствовал молодой сын раби Хаима, которого звали Адмор-Исшинова, известнейший раввин, раби Хескель, он был очень молодым, совсем мальчишка, сидел рядом и говорит такую фразу, да я совсем, видал совсем недавно, как этот бедняк, прям при нём он это сказал, купил себе недавно, себе купил новый талис, а сейчас он плачет, что нет денег купить талис для жениха. Тот вспыхнул, расстроился и выбежал. Ра-Бихаим сказал, да сын, откуда ты выучил, сынок, что можно позорить человека при всех. Сын ментально ответил, а как можно исправиться? Тот сказал, беги за ним, помирись, попроси прощения. Тот побежал за ним, догнал его, тот совершенно в слезах, обливаясь слезами, как в обилии, да еще при компе, при Ра-Бихаиме, тот не хотел ничего и слышать об этом, он шёл и схлипывал, тот сказал, ты обязан меня простить, я пришёл к тебе, мальчик говорит ему, ты обязан меня простить, пожалуйста, прости меня. Тот говорит, ничего я не обязан. Так у них возник спор, после чего мальчик сказал, а, у нас, видишь, спор логический, по закону Туры, пойдём к моему отцу и спросим, обязан ты меня простить или не обязан, только пойдём, пришли они к Ра-Бихаиме и Ра-Бихаим присудил. Он сказал, ты обязан его простить, а ты ему обязан просить прощения и оплатить стоимость нового Толита из тех денег, которые ты тут зарабатываешь, работая у нас же, тут же в синагоге, он там тоже работал в синагоге, помогал что-то для жениха, а заодно взять на себя расходы по оплате всей свадьбы. Понятно, что этих денег нет, я одолжу тебе эти деньги, потом ты мне выплачешь. Сынок, за то, что ты его обидел, прелюдно. Так и поступили. И эта история рассказывается среди цанзовских хасидов по сей день написано в их книгах. Ещё одна история, а потом маленькую теорию расскажу. Сабы и Слободки, Раби Натан Цви Финкель. У меня здесь сегодня так много историй, что я просто ни одной из этих историй не мог упустить, они все важны. А кто же нам ещё их расскажет, если не сегодня, то когда? Про Сабы и Слободки, Раби Натан, Натан Цви Финкель, известнейший человек, был в Слободке, это пригород Ковна, Ковна, это Каунас в Рытве. Однажды он взялся вести общую молитву прямо у себя в синагоге, перед всеми. А обычно он этого никогда не делал. Он был уже пожилой человек, вот так и звали Саба, Саба это называется, дедушка, Зайда. И он взялся и сказал, что теперь я буду вести, подошёл. И все очень удивились. А он, да ещё и как он провёл эту молитву, никогда такого за ним не было. Что повести общую молитву? Шахрис, утренняя молитва, дневная, Минха, каждый молит сам по себе, находясь в Миньяне, среди молящихся, а потом один человек, кто-то ведёт общественную общую молитву или общинную молитву, повторяет до всех, и все повторяют, говорят в нужных местах, Амэн. Вот это Саба и Слободки, и взялся эту функцию выполнить, быть таким, таким, чтецом молитвы. А ты-то начал её читать и начал заикаться, кашлять, что-то нельзя там бормотать, возвращаться обратно. То есть, прочитал её очень странно. Все очень удивились, такого никакого не было. Все прекрасно знали, что он прекрасно может читать, несмотря на общий, на общий упадок сил, потому что он очень пожилой человек, вот так, иначе он всё это прочитал. А потом выяснилось, что, оказывается, вчера сюда приходил один из молящихся, он и сейчас здесь стоит, здесь же рядом с нами, который никогда не брал на себя функцию читать общую молитву. Вчера у него был Йорцет по одному из родителей, ещё по кому-то. Это тот случай, когда тот, у кого Йорцет, это годовщина, смерть, ближнего родственника, должен читать Кадиш, и ему обычно предоставляют такое право читать эту общую молитву. И он вчера должен был читать, и он очень был снистительным человеком. И он заикался, и что-то невнятное мямлил, повторял слова-слова, и все начали над ним смеяться, чтобы показать ему, этому человеку, что он не один такой, что Саббе, наш Зайда из Слободки, такой же, как он, чтобы скрасить его обиду, ту обиду, которую нанести общим смехом, Саббе из Слободки, выполнен такую же функцию, нарочно сыграл-то, чтобы облегчить страдания того человека. облегчить страдания человека, который стыдится при всех, который позорит, а позорит при всех, это ведь тоже, так сказал, Саббе из Слободки, это тоже выполнение заповедей, не оскорблять другого прилюдно при всех. Вы слышите, не оскорблять, это то же самое, что умение оскорбить, это облегчить страдания, возьми вину на себя. Важное замечание, Тамару нельзя было позорить Иуду, потому что он был невиновен. Можно ли, о чем мы сейчас весь сегодняшний день говорим? Нельзя позорить другого человека, а если он совершил плохие вещи. Плохие вещи, но нужно подойти к нему не при всех. Искать ему об этом. Если вам, если вы взяли на себя, если мы взяли на себя функцию учителей, раввинов, хотим носить порядок, но только не при всех. Но в данном случае, в случае Тамар и Иуды было еще удивительно тем, что Иуд не был виноват. Мы сами сказали, что он был не виноват, так с ним поступили, его лишили свободы выбора, и тем не менее Тамар именно по этой причине не хотел его обижать при всех. Если бы он был виновен, это очень важно. Надо было свидетельствовать при всех, что он так поступил, тоже при всех в суде, сначала есть такие случаи, когда уже нечего решать, человек поступил плохо, от этого не отказывается, говорит, что он был прав, идем в раввинский суд. А что такое раввинский суд? А там же есть многие люди. В раввинском суде, оказывается, можно свидетельствовать против человека, это не будет оскорблением. Но нельзя брать на себя функции судьи при остальных людях и позорить его. Почему? Потому что, во-первых, ты можешь ошибиться. И там вообще очень много условий. Мы говорили об этом там, где мы читали нашу лекцию, наш урок про запрет делать замечания. И теперь мы можем взять, дополнить сюда же еще одно необходимое условие. А именно, теперь мы можем такое условие добавить. нельзя делать замечания при посторонних людях. Ну и еще и последнее, может быть, это самая важная часть, может быть, вообще нужно взять целую лекцию, однажды, прочитать на эту тему, о том, что такое взять позор на себя. Вот несколько раз уже сказали, дважды сказали об этом сегодня. А что это такое? Это не обязательно. Не надо позорить себя тем, что берем чужую вину на себя. Но, если ты можешь это сделать, это приветствуется. Почему? Потому что человек, который опозорился на самом деле, если мы знаем, что он невиновен, или он поступил так случайно, или вот то, что он ужасно расстраивается, и тут его еще и позорить при всех, можно взять вину на себя. Почему? Потому что мы, то есть, расстраиваться не будем. Мы же знаем, что мы так не поступили. А этому человеку поможем. В некоторых случаях это надо сделать. Я сейчас прочитаю два отрывка, их намного больше, из Вавилонского Талмуда, из Тарактата, с Тарактатом, который называется Сан-Ядрин, одиннадцатый лист. Два примера. Их просто возьму и прочитаю в моем переводе, что произошло с нашими, с нашими мудрецами, с Танаим, которые жили, ну, почти две тысячи лет, чуть меньше лет назад. Я читаю прям сам Талмуд. Случай с Рабаном Гамлиэлем. Вот что случилось с Рабаном Гамлиэлем, который был руководителем еврейского народа в эпоху после разрушения второго храма. Он даже сказал такую фразу. Завтра, так он сказал всем своим ученикам в Доме Учения, рано утром у меня наверху должно быть семеро. Семеро мудрецов должно быть. Они должны были решать вопрос о том, назначать ли в этом году добавочный месяц Адар, быть ли году високосным или не високосным. Вы знаете, что у евреев иногда бывает не 12 месяцев в году, а 13, для того, чтобы год, рассчитанный по лунным месяцам, в конце концов не вышел из графика солнечных годов, чтобы у нас сезоны остались на месте и чтобы Песох, праздник Песох, как в Торе и написано, остался весенним, чтобы не было движения всех праздников и всех сезонных месяцев по календарю, по сезонам года, как это происходит, например, у арабов, у них чисто лунный календарь, у христиан чисто солнечный, а у нас лунный календарь приведен к соответствию с солнечным, поэтому добавляют этот месяц. В трактате Сан-Ядрин написано, что каким принципом решается вопрос быть году, назначать добавочный месяц Адар или не добавлять, каким принципом это делается, и заодно написано, что решать этот вопрос могут только семь мудрецов, не восемь. Рабан Гамулеев на завтра пригласил, сказал, чтобы завтра у меня в комнате было семь мудрецов, а нашел восемь. Спросил, вообще, Талмуд написано очень лопидарно, поэтому, это я много слов говорю, спросил, кто тот, кто поднялся без спроса, поднялся, потому что у него был на втором этаже его кабинет, кто поднялся без спроса, и встал Шмуэль Акатан, так его звали, Шмуэль это имя, Акатан прозвище, и сказал, я тот, кто поднялся без спроса, но не для того я поднялся, чтобы участвовать в решении ученой коллегии, а чтобы узнать, как выводится этот закон, то есть, чисто, ученическое желание меня привело сюда, сказал ему Рабан Гамуриэль такую фразу, сиди, мой сын, конечно сиди, ты бы один по своему интеллекту, по своему знанию, по своей торе мог бы принимать, один ты, мог бы принимать решение быть в году високосным или нет, но постановили мудрецы предыдущих поколений, что решение о високосном годе должны принимать семеро мудрецов, и поэтому, конечно, тебе, раз тебя не приглашали, тебе здесь нельзя быть, и он ушел, звали его Шмуэль Акатан, Акатан на еврике, по-еврейски называется маленький, Шмуэль Акатан, это человек был двухметрового роста, по некоторому соединению, он был большой, он просто взял вину на себя, чтобы не опозорить того человека, который на самом деле пришел без спроса. Здесь возникает много вопросов, как мог Рабан Гамлея при всех сказать, при всех сказать, чтобы кто-то должен уйти, оставить наше помещение, потому что он сам пришел неправильно, он нарушил мое распоряжение. И здесь можно задать вопрос, почему Шмуэль Акатан взял эту вину на себя, ведь сейчас же за ним прибежит тот человек, который на самом деле пришел сюда без спроса, и все увидят, что он, не дай Бог, посмеялся над учителем, потому что это же неправда, как можно вообще говорить неправду. Здесь можно задать множество разных вопросов, но Гюмара Талмуд приводит этот случай как классический пример того, как наши мудрецы, неиспоя ни на что, шли на то, чтобы не опозорить другого человека, чтобы взять вину на себя. Вы меня извините, но здесь есть некоторый оттенок это же такое же действие у Иосефа, который выбежал от жены Птифара. Он не закричал, не закричал, что ой, смотрите, какая она нехорошая женщина. Он не поднял шума, он ее не позорил, он никого вообще ничего не рассказывал. Он согласился взять позор на себя, побежать голым по улице, как Архимед, который бежал голый и кричал Эврика, а он бежал голый, чтобы не сделать запрещенную вещь, потому что голым нельзя бегать. Я нахожу здесь некоторые аналогии между той историей и этой, а сама Гемара тут же в этом же месте добавляет от себя, но то был не Шмуэль, а Катан, тот, кто пришел без спроса. Гемара, Талмуд об этом пишет, а кто-то другой. И поступил он так, чтобы покрыть то, что тот другой сделал, что покрыть это. Здесь второй эпизод, и, наверное, мы закончим. Было подобное действие, сама Гемара пишет, было и такое же, Талмуд пишет, Талмуд пишет, что было подобное действие. Сидел однажды раби Иуды Анаси, крупнейший раввин из рода Иллиэля, из того же рода Рабана Гамлиэля, его прямой потомок, составитель Мишны, он сидел, давал урок. И почувствовал он запах чеснока, а на чеснок у него была жуткая аллергия, он не мог, не уносил этот запах. Есть такие люди. Ирави Иуда был одним из таких людей. И он просил, наверное, учеников, чтобы они это не делали, чтобы они не приходили на урок, появ чеснока, потому что ему очень тяжело. Я его прекрасно понимаю, у меня аллергия на табак, и я прошу своих учеников, чтобы они не курили перед уроком. Я для чего это говорю, чтобы понять других людей, которые делают такие просьбы. На самом деле, конечно же, я постараюсь не выгонять того, чтобы кто только что вкусно покурил, сейчас сидит и благухает табаком. И не все любят этот запах. Так или иначе, Раби Иуда почувствовал запах чеснока и сказал, кто ел чеснок, тот пускай выйдет. Это уже очень непростая вещь. Это публичный удар при всех. Поднялся Раби Хия, был такой великий учитель, и вышел. Поднялись за ним все ученики и вышли, один за другим. Назавтра встретил его, Раби Хию, сын Раби, которого звали Раби Шимман, и спросил, да ты обидел моего отца вчера, когда ты вышел? Скорее всего, это же не ты был. Я добавлю от себя, откуда они взяли? Да потому что запах чеснока остался. Тем самым Раби Хия, выходил, он говорил тому, кто с запахом чеснока, иди за мной, выйдем двое. Я пол вины беру на себя. Тот, наверное, не очень выходил, поэтому вышел второй ученик, потом третий. Так они все и вышли вместе с тем, кто и поел запах чеснока, поэтому все они вышли. Это ты был тот, кто обидел моего отца. Достоял ему большую неприедность, он остался без учеников, и Раби Шим ответил, не было и не будет такого в Израиле. Заметили, он ответил, не было и не будет такого в Израиле. Точка. Там и дальше не продолжать ничего. А мы добавляем, не было и не будет такого в Израиле, чтобы один еврей оскорбил другого. А если есть возможность взять за оскорбление на себя, взять чужой позор, чтобы пройти мимо этого, такого в Израиле не было. На этом мы и стоим. Большое вам спасибо за то, что вы были с нами с вами до конца. Я вам желаю всего хорошего, главное здоровья, успехов. И, пожалуйста, любите друг друга.